Все пять президентов, глав государств, участников стран Евразийского экономического совета, обсудили в Астане дальнейшие пути развития рынков на пространстве Альянса. В формате расширенного заседания Нурсултан Назарбаев в своем выступлении подчеркнул важность расширения торговых отношений. Отметил первый опыт вовлечения третьих стран в процесс торговли со странами Альянса. В прошлом году был подписан первый договор о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Сегодня мы обсуждали в узком кругу вопросы и прорабатываем сотрудничество с КНР, Индией, Израилем, Египтом, Ираном, Камбоджей и многими другими странами. Лидер Армении, поддержав все выбранные направления в политике развития союза, не мог не воспользоваться моментом и не упомянуть о ситуации в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что все партнеры по ЕАЭС являются также членами ОДКБ, а эта организация призвана обеспечивать мир и спокойствие на территориях стран объединения. Эскалация конфликта в зоне Нагорного Карабаха несет угрозу и Евразийскому союзу, так как для развития экономического нужна прежде всего стабильность. Александр Лукашенко был более критичен и заявил, что нужно признать наличие проблем. И связаны они прежде всего с внутренними ограничениями по взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство, наконец Евразийский экономический союз, количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Глава нашего государства Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что страна видит положительные моменты интеграции в альянс. Среди них отмена таможенного контроля на кыргызско-казахской границе, улучшение условий пребывания наших мигрантов на территории России в частности. Но между тем наблюдаются и многочисленные барьеры. Я озвучивал в узком кругу ряд таких вопросов. Это вопрос о применении унифицированного железнодорожного тарифа, вопрос об ограничении боза кыргызского картофеля Казахстан, вопрос о снятии ветеринарного контроля на границе Казахстана и Кыргызии, вопрос о транзите товаров для Кыргызстана по территории Российской Федерации и несколько других. Выступление Владимира Путина было заключительным, и оно, надо сказать, в большей степени было построено на достижениях Союза. Таким образом, российский лидер, можно сказать, постарался завершить встречу на положительной ноте. Из выявленных на этапе подготовки договора по Союзе 422 торговых ограничений, более 80 уже устранено, еще около 30 находятся в процессе отмены, а 16 должны быть ликвидированы в течение текущего 2016 года. Таким образом, лидеры всех стран, входящих в данное объединение, высказали свои замечания по поводу функционирования этого Союза. Какие плюсы и минусы в нем видит каждая страна? Какие предложения имеются по поводу будущего взаимодействия в рамках ЕАЭС? И, конечно, какую работу над ошибками уже надо провести? Елена Яковлева, Бакыт Кушалиев, НТС, Казахстан, Астана.